Президент США впервые появился на публике в маске. Ранее Дональда Трампа неоднократно критиковали за халатность. На неделе политик пообещал исправиться. Новый аксессуар Трамп примерил во время встречи с военными и медработниками в госпитале. Между тем, в Штатах зарегистрировали новый рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Флорида, Аризона, Техас и Калифорния показывают небывалые цифры. Инфекцию выявили более чем у 66 тысяч человек. Несмотря на это, Белый дом намерен вернуть студентов и школьников на учебу. Президент ясно дал понять, что хочет, чтобы школы были открыты. Я присутствовала при его заявлении в овальном кабинете. И когда он сказал открыты, он имел в виду открыты полностью, чтобы дети могли посещать школу каждый день. И наука не должна стоять у этого на пути. Британия тоже надевает маску. Пример подает Борис Джонсон. Средства защиты в закрытых помещениях обязательны для всех, включая главу Кабмина. Новые правила здесь начнут действовать с 24 июля. Руководитель Минздрава Соединенного Королевства уверен, с одной стороны, это снизит риск заражения коронавирусом. С другой, даст уверенность сотрудникам магазинов, что они не подхватят инфекцию на рабочем месте. Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других. Заразиться коронавирусом – убедительное свидетельство статистика. Уровень смертности от COVID-19 среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране. Эстафету с 1 августа примет и Франция. Правительство решило пойти навстречу тем, кто спасал нацию от эпидемии, повысив зарплату среднего медперсонала сразу на 180 евро. Австрия тем временем опасается ввоза инфекции. На днях государство поставило замки на границе для граждан девяти стран Балкан и Южной Европы. Вена считает, что ни София, ни Тирана не прилагают достаточных усилий, чтобы обуздать эпидемию. Так мы стараемся убедить посетителей в необходимости соблюдать социальную дистанцию. Говорит этот владелец бара. Чем меньше контактов, тем лучше. А нам нужно работать, чтобы держать заведение на плаву. Отпуск в Маске. Канарские острова приняли первых зарубежных туристов. Чтобы гарантировать безопасные каникулы, местная власть позаботилась о профилактике. Обязательно и социальная дистанция, и контроль температуры. За соблюдением санитарных норм в отелях следят строго. Однако в этот летний сезон лишь половина гостиниц распахнули свои двери. Это дает возможность хоть как-то оживить туристическую активность. На данный момент для нас приоритетны не экономические показатели. Жизненно важно сейчас соблюдать меры безопасности. Вот над чем мы работаем сейчас. Белорусские клиники продолжают возвращаться к привычному режиму работы. В травматологическом отделении 6-й столичной больницы снова принимают пациентов с переломами, ушибами и растяжениями. С конца февраля корпус полностью перепрофилировали в инфекционный госпиталь. За время пандемии в шестерки получили медицинскую помощь около трех тысяч больных COVID-19. Треть именно в травматологическом отделении. Шлюзы мы пока все оставляем. Вполне возможно вторая волна, то есть мы к ней будем готовы. На приеме, как вы видите, все доктора и медсестры работают в щитках, респираторах. Представительство Всемирной организации здравоохранения в нашей стране передало медикам около полумиллиона средств индивидуальной защиты. Маски, респираторы, халаты, лицевые щитки и очки. Изделия закупили на средства Евросоюза. Груз хранится в Минском областном противотуберкулезном диспансере. Вскоре его распределят по всем региональным клиникам. Это действительно только первый момент нашей помощи. Будут еще другие подставки, но эта помощь для всех стран восточного партнерства. Вы, Белорусская, Нижняя Европейская Союза, вы наш сосед Европейского Союза. Для нас очень важно показать эту солидарность. Особенно потому, что у нас намного близкие отношения сейчас, ближе отношения, чем 5 лет назад. Поэтому мы хотели тоже показать, что мы вместе в этом кризисе. Между тем, свыше 2000 человек уже прошли медицинскую реабилитацию в здравницах Синеокой. Эта цифра каждый день растет. Люди восстанавливаются и в РНПЦ, медэкспертизы и реабилитации. В апреле заведение перепрофилировали для ковидных пациентов. С 20 мая подключились в Центр оздоровления, который курирует Минтруда и соцзащиты. У нас вся аппаратура и все физиолечение направлено на обезболивание. При заболеваниях опорно-двигательной системы. Ну и плюс еще сердечно-сосудистая у нас тоже как бы воздействуется. Ну магнит вот после таких вот простудных заболеваний очень хорошо снимает воспалительный процесс. В стране отменен двухнедельный карантин для приехавших из России. Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. 15 июля из перечня была исключена Российская Федерация. Это значит, что лица, прибывшие в Беларуси стран, которые исключены из списка, не обязаны находиться на самоизоляции 14 дней. В Бобруйске же масочный режим по-прежнему продолжает действовать. Местная власть делает акцент на профилактику распространения инфекций. Мария Бересневич, итоги недели.